Мыло мочало, начинай сначала. Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Да, сегодня мы с вами о Лене Хэппи. Канал USA Happy Everyday. Опять 25, опять 25. Лена, как всегда, отличилась. Только буквально на днях. Да что там, как говорится, на днях. Не прошло и суток, как она торжественно клялась перед своими зрителями. Торжественно им обещала. Дала всем добро. Сказала, ничего не буду абсолютно комментировать. Пишите любые комментарии на моем канале. Дала свободу действия хейтерам и сказала, что никому отвечать на комментарии не буду. Хоть дурой меня называйте, да, причем это Ленина слова. И оправдываться, обещала Лена, она тоже никоим образом больше не будет. И тут Остапа, то есть Лену, опять понесло. Она стала собачиться. Да, именно собачиться с комментаторами на своем канале. Долго стала оправдываться про этот злосчастный розовый блокнотик. Лена, уже все про него давным-давно забыли, и я в том числе. И если бы ты не напомнила, про него бы никто не вспомнил. Каюсь, ребят, я грешна перед вами. Я ведь и правда подумала, что этот блокнотик был предназначен для ребенка, для ее племянницы, да. Ну, наивная я, что тут поделаешь. Молодо-зелено. В принципе, знаете, мне еще пока простительно. Сделайте мне все-таки скидку на возраст. И вместо того, чтобы радоваться тому, что их позвали на работу, и они вот летят в очередной свой рейс, чтобы забрать машину, да, и все у них хорошо, она решила опять обвинять всех вокруг, обзорщиков, комментаторов, всех кругом обвинять. Как обычно, у Лены нет никакой, знаете, последовательности, не наблюдается. Видимо, все-таки подводит ее аналитический склад ума. То она стояла, плакалась, еле, правда, скрывая свою улыбочку с вопросами, как жить, куда бежать, откуда брать деньги. А в новом видео их уже как лучших, да, действительно лучших трак-драйверов, буквально, не поверите, рвут на части аж три компании. Да, три компании. Повезло, знаете, кому? Повезло тем, кто был первым. Ну, все правильно, в принципе. Ну, а остальные конторы, естественно, обиделись на их семью, поскольку не получили столь ценных работников. И вот Лена, поняв, что на работе действительно надо работать, а в Ютубе можно просто хайповать, решила делать трэш. Поняла, что на скандалах действительно можно подняться и начала опять ругаться. Все кругом виноваты. И диспетчера глупые. И страховые компании наглые. И работодатели, такие плохие, хотят, чтобы на их же машинах делали больше рейсов, а, соответственно, приносили им больше денег. И комментаторы, и еще какие-то тетеньки, да, тетеньки, которые, понимаете, ничего абсолютно не понимают в дальнобое. Куда-то, оказывается, суют свой нос. Леночка, дорогая ты наша. Леночка, сама ты-то давно вообще что-то понимаешь в этом дальнобое. Вот говорю о самой действительно смешной. Ты же, да, вот-вот даже уточка первый раз у меня такое видео, чтобы утка закричала, заговорила. И прошу прощения, да. Ты же трак вообще практически не водила. Только последний месяц, буквально там по два часа в день, да, у тебя был какой-то опыт. Ну, а по поводу возраста, вот объясните мне, пожалуйста, почему женщина, которая стукнула 55 лет, всех называет тетеньками? Я так понимаю, это, конечно же, комплексы, и понимаю я правильно. Притом, эта женщина считает себя девочкой. С усими-пусими. Лена, ау, если ты купила себе детский, детский блокнотик розовый, который предназначен для маленьких девочек, это вовсе не значит, что ты тоже девочка. Почему-то Лена всегда пытается всех уколоть возрастом. Всех, да, особенно тех, кто моложе ее вдвое. Лена, вот честно, мне абсолютно по барабану, кем ты там меня считаешь, как ты меня там величаешь, что ты обо мне думаешь, вот абсолютно мне все равно. Но если по чесноку, если я тетенька, то ты уже просто древняя-предревняя старуха. Вот я, допустим, всегда обращаюсь к женщинам на своем канале, девочке, я им говорю всегда так ласково, девочки, ребята. Хотя знаю, что многие эти мои зрительницы, мои подписчицы любимые намного старше меня, вдвое старше меня. Но при всем при этом я им ласково говорю, девочки, и да, обращение ко мне. Это про меня, слушайте, ребят, ту вторую я даже вообще не смотрю. Пусть не радуются сильно, она даже не достойна, чтобы я ее открывала. Это Лена пишет, говорит, вернее, обо мне. Ау, тетя Лена, ты не пуп земли. Я делаю свои обзоры не для тебя, а для своих зрителей. Да, для своих зрителей, именно для них. И поверь, моя радость вот, ну, никоим образом не зависит от посторонних женщин, от посторонних людей. Вообще никак. И от того, что посмотрит кто-то из вас, ты или еще кто-то, мое видео, вот мне дела, в принципе, до этого нет. Смотришь ты мои видео, не смотришь. Не для тебя я их выкладываю. Не для тебя. Еще раз тебе повторяю. Уже в который раз, понимая, что помнишь ты плохо, запоминаешь ты плохо. Но не для тебя я их выкладываю, а для своих зрителей. Да. И в отличие от вас, я не оправдываюсь и не отчитываюсь под каждым своим видео. Вот не оправдываюсь я в своих видео. Абсолютно никогда. Как делают это некоторые другие блогеры. Да, другие блогеры-обзорщики. Не говорю я про вас вообще ничего. И мне дела нет до того, как вы снимаете, в принципе, свои видео. Про меня уже вы чего только не наговорили. Чего не было вообще абсолютно. Но отвечать каждому из вас я точно не буду. Переубеждать кого-то, как делаете это вы, я точно не буду. Потому что, знаете, я все прекрасно сама про себя знаю. И вот мне нет дела до чужого мнения. До мнения людей, которых я вообще не уважаю. Вот в этом моя фишка, наверное. В этом мое счастье. А уж на моем канале действительно зрители и комментаторы, ну, очень и очень достойная публика. Очень. И они все прекрасно понимают и знают. И отчасти, конечно же, это тоже и моя заслуга. А вот на твоем, Леночка, канале такие личности, как Кошатница, там одна, Иванова, да, которая пишет гадости, которая ничего кроме гадостей, матов, написать абсолютно в комментариях не может, да. Аргументов у нее нет больше просто никаких. Ну, или тех личностей, которые мне желали, да, мне желали, чтобы меня переехал трак, и мой, значит, голос затух. Вот эта серость, это и есть основная масса, в принципе, не вся, но большая часть массы, основной, зрительский костяк, так скажем, на твоем канале, это и есть, Лена, твой уровень. Вот эти Ивановы и те, кто могут желать людям смерти. Я вот, ты знаешь, не могу себе представить, в каком мне надо быть состоянии, чтобы я кому-то пожелала какой-то страшной болезни или смерти. Потому что, в отличие от некоторых, я, ну, дружу с головой. Так что, тетя Лена, как бы вы ни пыжились, многие давным-давно про вас уже абсолютно все поняли. И по поводу того, что я не достойна тебя, не достойна тебя, конечно, конечно, Лена, я с тобой никогда не встану на один уровень. А знаешь почему? Почему? Потому что я никогда не стала бы трясти нижним бельем на Ютубе. Поверь мне, даже если бы я снимала влоги, до твоего уровня бы, до твоего дна, мне просто было бы никогда не скатиться. Да. Не рассказывала бы я об огромном количестве мужчин, которых я поимела в тот момент, когда была в браке, как об этом говорила ты. Не стесняясь, Лен. Да. И да, я не могу себе представить даже в кошмарном сне, чтобы я, молодая девушка, молодая, рассказывала о мужских достоинствах и сравнивала достоинства своего мужа с достоинством чувака, который меня поимел один раз, и я увидела его первый и последний раз в своей жизни. Вот действительно, если в этом заключается твой уровень и твое достоинство, то я счастлива, что мне до тебя действительно далеко. Да, у нас с тобой разные ценности, разные понятия о такте и о воспитании, понимаешь? Разные, абсолютно разные. И да, опять же повторюсь, есть огромное количество блогеров на ютубе, которые при всем при этом, показывая свою жизнь, но не опускаются они вот на это дно, на которое ты сама опустила себя, выставляя вот такие вот видео. Ты решила, что удалила вот эти все видео, и больше ничего нет. Есть, Лена, есть. И люди об этом все прекрасно помнят, поскольку мы все это смотрели, да? Обвиняешь всех вокруг. Все врут, все виноваты, все говорят неправду. Нет, никто не врет. Никто не врет. Все говорят относительно... Просто посмотрев твоё видео, все делают определенные, как говорится, умозаключения и комментируют твоё видео всего-навсего. Никто не врет. Если ты что-то забываешь, у тебя проблемы с памятью, просто, наверное, стоит тебе пересмотреть свои видео. Знаете, вот мне нравится. Сама опозорилась, а ищет действительно виноватых. Кто виноват, ау, признайтесь. Блин, даже с закрытием канала и то устроило самое настоящее представление. Трэш. Просто трэш. Все поняли, что никуда ты от этой кормушки не уйдёшь. Но ты даже паузу выдержать не смогла. Да, ту самую паузу. Явилась, не запылилась. На следующий день. Всё по кругу. Всё одно и то же. Одни сплошные оправдалки и ругань с хейтерами. Да и плевать тебе на твоих же подписчиков, на твоих зрителей. Не для них ты выкладываешь видео свои, а для нас. Исключительно для нас. Ну, и закончу тем, что я как-то говорила. Знаете, в принципе, об этом говорят абсолютно все. Мой канал, мои правила. Я тоже могу сказать, знаете, мой канал, мои правила. Да. Но почему-то некоторые блогеры считают возможным мне указывать, кому я могу обращаться в своих видео. Так их это задевает. Знаете, так вот кто-то не понимает, почему я обращаюсь к ним. Не обращайся ко мне, Галинка-малинка. Другая говорит, не понимаю, зачем обращаются. Ну, если ты что-то не понимаешь, это ещё не значит, что этого нет и не может быть. Скажу так, каждый блогер, каждый, допустим, обзорщик ведёт свой обзор так, как считает нужным. Если я считаю нужным обратиться к блогеру, это моё личное дело. Моё. И уж никого из вас я спрашивать точно не собираюсь. И пусть, как говорят мне эти в кавычках крупные блогеры, не смотрят мои видео, но при этом они, все вот эти тётеньки, знают каждый мой шаг. Да, они говорят, мы не смотрим твои видео. Нет, не смотрим. Но знают каждый мой шаг, каждое моё видео и каждый комментарий под моим видео. Абсолютно всё. И если вы считаете, что кроме вас меня не смотрят действительно крупные блогеры, то это не так. Вы можете увидеть действительно крупных блогеров, которые приходят ко мне на канал и говорят мне о том, что я молодец. Да? И как-то меня, может быть, хвалят или просто поддерживают или ещё что-то. Так что, дорогие мои, отвечу вам вашими же словами. Не смотрите мои видео. Не читайте мои комментарии. Не бери мои игрушки и не писай в мой горшок. Детский сад, штаны на лямках. Действительно, как-то так. Правда. Вот действительно, вчерашние, сегодняшние видео, которые вышли, меня реально насмешили, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Да, ну, не судите строго. Вот захотелось мне сегодня дать немножко эмоций. Эмоций всем, которые, знаете, такие вот любят двойные стандарты и считают, что им можно всё. Они оправдывают, а могут оправдать абсолютно всё на своих каналах. Но при этом, знаете, так строго блюдят меня. Не надо меня блюсти. Я сама решу, что и когда мне делать, и о чём мне говорить. Хочу обращаться к блогерам. Буду обращаться к блогерам. И дело не в том, что я обращаюсь в том, что я уверена, что меня смотрят. Да, меня смотрят, представляете, смотрят. Смотрят те блогеры, про которых я снимаю обзор. Я прекрасно это знаю, что они смотрят. И дело даже не в этом. Даже если бы вы меня не смотрели, вот если вы меня не смотрите в таком случае, зачем кричать? Не, говори, не обращайся ко мне, Галинка-малинка. Да к кому хочу, к тому и обращаюсь. Это моё видео, это мой блог, это мой канал, мои правила, действительно. Всё, мои хорошие, у нас сегодня снег. Всех целую, всех обнимаю, всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня. Правда, я поржала, посмеялась вообще просто. Да, всем берегите себя и своих близких, конечно же. Ну, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Пипец у нас дубачина. Всё, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...